Во-первых, первое руководство такое, не надо бояться, что ты ешь мясо. Не надо этого бояться, не надо этого стесняться. Надо просто понять, что это уровень развития человека. Это уровень развития личности. Ну, допустим, если я пробежал из 24 километров всего 5, мне не должно быть стыдно. Это нормально, я бегу, дальше буду бежать и пробегу 10, потом 15. Когда я пробегу 10 километров в своем познании, как правильно жить, я откажусь от животных, домашних животных потребления. Это вот красное мясо, которое является главным канцерогеном. Может быть, я откажусь от страха, чтобы заболеть раком, и это тоже хорошо. Но благотворительность – это познание мира, ой, вегетарианство – это познание мира. Это не диета. Лев Толстой говорил, это образ мыслей, это не диета, вегетарианство. Когда я пробежал 15 километров, я отказываюсь от вообще любого мяса и, может быть, ем только рыбу. Потом, когда я пробегаю еще, я бросаю рыбу и, в конце концов, я уже отказываюсь и от яиц, и от грибов даже могу отказаться. Ну, то есть, это уже более высокое развитое такое восприятие мира, потому что даже вегетарианство бывает разным. Оно бывает более грязным, более чистым. И человек должен стремиться дальше развивать свое восприятие мира, очищать себя. Это вопрос просто развития. Поэтому, когда вегетарианство ставят как диету и говорят, что мясо есть нельзя, то это вызывает протест от тех людей, которые любят его есть. Они бунтуют и в результате никогда не откажутся от него. Очень часто бывает, что люди спустя какой-то определенный период вегетарианства возвращаются к определенным мясу. А вот это как раз и тот случай, когда все действует через запрет. Нет осознанности. Вегетарианство — это этап пути к постижению Бога. Это этап пути. Человек, который приходит в вегетарианство, он просто более качественно живет. Это большее приближение к Богу. Мы знаем, что в разных религиях это приближение бывает на разной стадии духовного развития людей. В основном, в духовных традициях вегетарианство принимают люди очень развитые. Но, по милости ведического знания, все люди сейчас знают, что мясо — это вред, это плохо. Но это не значит, что они обязательно примут сразу вегетарианство. Я знаю, что православные тоже отказываются от мяса. Вот в православных монастырях, где живут монахи, там едят только рыбу. А есть православные, очень святые, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Они не ели мяса. Есть святой Зосима, под Донецком, который жил. Он говорит, что «я никогда не ел эту мертвячину». У него такой есть ролик, он прямо рассказывает на видео людям. «Я никогда, говорит, эту мертвячину не ел, никому не советую». «Не убей», он говорит, «это не значит только людей не убивать». Также, говорит, и «животных нельзя убивать». Ну, то есть, понимаете, во всех верах, традициях духовных вегетарианство есть. Это уровень развития личности, высокий уровень развития. И не надо думать, что все люди способны на это сразу. Нужно время. И с чего же все-таки начать человеку, который не знает, что такое вегетарианство? Надо сравнивать. У меня жена была в гомеопатической аптеке, заказывала лекарства. Она сказала, что он вегетарианство. Вегетарианка и врач, очень серьезная женщина, она поделилась. Она говорит, «я удивляюсь, что все вегетарианцы все такие добрые, такие красивые, молодые». Она говорит, «я удивляюсь, почему так? Неужели действительно это так, что вот эта вегетарианская пища делает человека лучше, красивее, приятнее?» Она просто поделилась впечатлением. Первый этап – это наблюдение. Надо сравнить вегетарианцев, невегетарианцев, посмотреть разницу в сознании, в лице, в молодости. Мать моя говорит, «ты что ты не стареешь, Олег?» Какой был, так и я сдался. Ну, то есть, я говорю, «ну я же не ем то, что приносит старость, а что мне стареть?» Вот, то есть, вегетарианство – это нормальная жизнь. Хорошая жизнь, счастливая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова